Всем привет, с вами Фокс и сегодня у меня на обзоре новинка от компании TMC, CPC в расцветке AOR1. Начнем с того, что CPC использует зеленые мереты, морсок, федеральные маршалы и другие подразделения в расцветке мультикам, либо же в однотонном исполнении. В расцветке AOR1 данный бронежилет не так распространен. CPC расшифровывается как Cage Plate Carrier, имеет жесткий корсет, который помогает распределять вес, и сплошной камербан с возможностью установки баллистики. Также имеется функция быстрого сброса и легко снимается за счет фастекса на лямке. Итак, давайте теперь рассмотрим его поближе. На передней панели есть большая встроенная админка. Внутри прошиты ячейки, они хорошо тянутся. Снаружи у нас есть Velcro панель с MOLLE. Velcro здесь не цельная, а идет лентой на каждый ряд. Также присутствуют по одной горизонтальной и по одной вертикальной ячейки MOLLE с каждой стороны для крепления кнопки PTT и прочего. Передний откидной флэп имеет встроенный подсумок для M4. Флэп не съемный, имеет стропу MOLLE. При желании можно повесить любые подсумки, которые вам нужны. На задней панели у нас также находится Velcro панель для крепления шевронов и патчей. И по всей длине у нас находится стропа MOLLE для крепления того, что вам нужно. Также по бокам у нас есть молнии для крепления ZEPON панелей. Они крепятся очень легко, вам нужно пройдет всего лишь 4 ячейки и застегнуть на 2 молнии. Итак, эвакуационная ручка у нас прошита хорошо, но я думаю, что никто по назначению ей пользоваться не будет. Плиты у меня стоят те, которые шли в комплекте. Это плиты EVA, а вот плиты размера M от Emerson сюда, увы, не влазят. У CPC мне очень понравились лянки, они очень легко регулируются. И внутри у них стоит что-то вроде пенки, она очень мягкая. Их очень удобно носить все длительное время. На левой лянке у нас есть фастекс для того, чтобы легко снимать бронежилет. А также две петли для быстрого сброса. Давайте теперь рассмотрим внешний камербант. Внешний камербант у нас сплошной, снаружи у нас находится стропа молнии, а внутри сетчатая стетка для баллистики. Далее у нас идет корсет. Снаружи корсета у нас находится крепление для системы STK SESKIT. Я не знаю, будет ли оно работать с оригинальной системой или же нет. Также у нас здесь есть подсумок для рации типа ПРЦ-148. Туда влезают два магазина для М4 и пистолет. Сейчас я вам это продемонстрирую. Ну, магазин хорошо влезли. Теперь пистолет. Пистолет тоже очень хорошо помещается. Теперь перейдем к внутренней части корсета. Здесь у нас мелкая велкро для того, чтобы крепить подушки. С подушками не так жарко, так как лучше циркулирует воздух, ну и бронежилет лучше прилегает к телу. Система быстрого сброса на данном бронежилете выполнена как у оригинала. Имеет такую же фурнитуру, что является огромным плюсом. Я не видела на рынке NCPC, либо же CPC с правильно выполненной системой. На передней части корсета есть вот такие направляющие. А на переднем чехле у нас есть ответные части, что позволяет легко одеть бронежилет и лучше распределять нагрузку. Теперь давайте сравним цвет паттерна с NCPC от C-Map, с LBT от Team C и с Beaver от Arsarma. На мой взгляд цвет строп ярче и немного желтее. Кордура 500D не оригинальная. Имеет небольшой блеск и более темный цвет. Розовый оттенок еле различим при определенном освещении. Может быть это конечно придирки. Ну в общем цвет аура, если рядом нет оригинального аура, то в принципе выглядит хорошо. Но по фото вы сами можете увидеть как отличается цвет паттерна. Вот так вот он выглядит у меня. Что ж, подытожим. Team C сделала отличный бронежилет. Он очень удобный за счет корсета. Очень хорошо скопирована система быстрого сброса. Она здесь как у оригинала. Ну и в целом бронежилет выглядит очень круто. К качеству продукта у меня вопросов нет. Но к минусам я бы все-таки хотела отнести не оригинальные материалы без ЭК-ремиссии. Но и цена в принципе гуманная. На этом у меня все. Все вопросы задавайте в комментариях. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok